Как выглядит один из самых известных в мире автоматов, автомат Калашникова? Чем уникален пистолет Макарова? Для чего предназначен армейский ТТ? На эти и многие другие вопросы в первый день военно-патриотического сбора нашли ответ юноши и девушки, члены молодежных отрядов охраны правопорядка. Выставка оружия и специальных средств вооружения милиции открыла военно-патриотический сбор. Молодежные отряды охраны правопорядка – это одно из основных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Ребята, которые от 18 лет являются добровольными дружинниками. У нас именно добровольная дружина МОП, которая осуществляет охрану общественного порядка совместно с органами внутренних дел. Патрулируют улицы, следят за состоянием правопорядка на территории города Бреста. После первой части сбора МОПовцы отправились на практическое занятие, самое, по их мнению, запоминающееся. В городке подготовки подразделений ребятам рассказали, что такое кинологическая служба, чем занимается кинолог. Некоторые решительные и смелые юноши стали участниками показательного занятия. Преступник, быстрая погоня, яростное задержание. Все, как в реальной жизни. К сожалению, в современном обществе появилась тенденция компьютерной молодежи. Я считаю, что данная сбора очень полезна, в частности, для старших школьников. Во-первых, это подготовка к будущему этапу в их жизни, становление, особенно для парней. Это период службы в армии. Во-вторых, в целях именно военно-патриотического воспитания очень положительный момент. Ребята уверены, такие встречи хороши под спорь и для получения новых теоретических и практических знаний. Это очередной шаг в будущее, в котором юноши хотят связаться с службой в милиции. Планирую пойти и во внутренние войска служить, и дальше работать по специальности в милиции или во внутренних органах. Я считаю, что это важно, это патриотическое воспитание молодежи. Лучше, чем сидеть во дворах, нарушать порядок. Тут кругозор расширяется. Рассказывают много еще интересного, показывают, как собаки работают, деятельность службой органов в них дел. Музей боевой славы и автопарк воинской части – следующие точки большого учебного экскурса первого дня. За годы организации подобных сборов у моповцев не только увеличивается багаж знаний и навыков, возрастает и количество добровольцев, желающих пополнить ряды молодежных отрядов охраны правопорядка. Субтитры создавал DimaTorzok